Через 20 минут отправляется наш поезд Дакарса и чтобы не ходить с вещами мы оставили их вот таком вот камере хранения маленькая камера стоит 10 лир 6 часов большая стоит 13 лир на 6 часов все здесь автоматическое и вот так вот выглядит камера хранения айхан доставай вещи вот он наш поезд какой у нас вагон у нас вагон номер семь едет здесь есть вот такой вот старый вагон и наш седьмой вагон рядом с вагоном рестораном очень хорошо далеко ходить не надо шестой а вот и наш вагон смотрим как выглядит наше купе второе друзья вот это наше купе 2 2 кровати нижней и верхней вот это вот складывается потом вниз здесь у нас есть стол стол и здесь у нас есть что-то типа мини бар холодильник вода здесь у нас есть тумбочка и видите вот такая вот такой вот умывальник для вещей положить наверх кондиционер вода есть вода мыло и полотенчики айхан башкан и вальбак клима варь он уны когда рестерс он я побелиться есть кондиционер свет а вот это звать к кондуктора и лесенка и вот такая вот кровать которую потом можно будет опустить и вот этот вот вагон с двумя кроватями скупать двумя кроватями только один и здесь порядка 8 10 вагонов всего составе и мы практически последний вот так вот в хвосте а так вот выглядит перрон прощаем кара мы едем вот так вот открывается межвагонные двери автоматически закрывать мы отправляемся через две минуты вот так вот выглядит коридор здесь порядка 12 купе 20 10 купе естественно есть туалет туалет мы сходим чуть позже но сейчас мы устали и будем переодеваться и отдыхать вот такие нам здесь еще выдали тапочки ровно в 17 55 мы покидаем анкару и отправляемся в карс новый автовокзал анкары очень классный с торговым центром сожалению снимать там запретили но точнее нельзя и что могла снимала класс 24 часа видите поезд набирает скорость познакомимся с нашим проводником очень классный дядечка сейчас нам выдаст постельное белье поезд очень чистый вагон очень чистый классный даже видите если провести прям ну чисто не пылинки билет до анкары до карса с анкары стоит 90 лир вагон где купе с двумя для двух человек есть здесь также купе для четырех человек и есть сидящие вагоны для четырех человек купе стоит по моему 40 то ли 7 ну что-то вроде 70 лир а сидящий вагон стоит 40 лир но представьте сидеть в вагоне 24 часа это нереально поэтому мы получили вот такой вот комфортный вариант так давно я не ездила на поезде что в общем здорово поезд это классно когда поезд такой комфортный и чистый в общем супер едем звук поезда это что-то невероятное сейчас мы проезжаем мимо старой анкары очень здорово кровати в купе уже заправлены вот таким вот образом они выглядят айхан будет спать снизу а я буду наверху наверху очень классно классно вот по этой лесенке сейчас будем забираться и а а а а а номер какой у нас длинный поезд мы подъезжаем на какую-то очередную станцию кстати друзья все здания на станциях в Турции окрашены в желтый цвет вот такая вот есть отличительная черта ну а здесь какая-то станция не знаю булочки, пирожки, ягоды, яблоки и так далее и здесь на станциях как в России и на постсоветском пространстве никто не продает но я по крайней мере не видела мы уже переведились наши поездные одежды, футболочки и сейчас отправляемся в вагон-ресторан будем пить чай ну и покажу вам одновременно если будем проходить как выглядит плацкад и другие вагоны и конечно же вам интересно как выглядит туалет сейчас я вам покажу насколько какой-то директор ну а вот так вот выглядит туалет а есть еще вот такой вот туалет с одной стороны такой, с одной стороны турецкий ну вот так вот выглядит вагон-ресторан и сейчас я вам покажу цены на меню цены на меню цены на меню цены достаточно приличные суп 4 лиры завтра мы его попробуем различные шоколадки есть йогурт какие-то орешки ну в общем чуть дороже конечно чем в магазинах но более или менее нормальные цены и есть различные чаи турецкий кофе 3,50 и вот такой вот чай с фруктами 2,50 и обычный черный чай 2,60 сода, фанта и так далее ну конечно же лучше запаститься заранее после вагона-ресторан мы уже вернулись в наше купе и видите опускается темель на улице ничего уже не будет видно 8 часов и мы ложимся отдыхать завтра будет новый день будет много чего интереснее вступнило новое утро второй день нашей поездки Айхан, ты хорошо спал? да очень хорошо поспали и я вам покажу с чем мы путешествуем мы всегда путешествуем вот с такими вот щеточками компактными видите они вот так вот раскладываются ну и конечно же берем с собой всегда вот такой вот маленькая фаста маленькое мыло в общем все маленькое и весь наш багаж всего два рюкзака очень комфортно и классно ну а сейчас идем на завтрак кушать сегодня очень-очень солнечно сейчас 9 утра мы уже проехали такие города как Сивас, Диври но в них мы поедем чуть позже и вот вы видите наш поезд вот так вот между гор сгибаясь едет в сторону Карса Кемалия вот такая станция и вот как я вам говорила раньше все станции в Турции окрашены в желтый цвет Айхан сказал что так исторически сложилось и теперь везде станции окрашены в желтый цвет в желтый цвет мы находимся недалеко от города Сиваса небольшая дамба в желтый цвет в желтый цвет друзья на завтрак 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 она мне осталась потому что мы пришли очень поздно нам пришлось есть наши кексы и еще сэндвич из скоростного пояска поэтому потом вставать раньше дахаевкен как котля в желтый цвет 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 быстро закончился завтрак потому что кое-кто едет на матч огромную группу болельщиков и они все все завтраки слопают ну а мы поели кексы и попили кофе надеемся что на какой-нибудь остановке купим еду но ближайшая остановка в два часа в общем не знаю едем наслаждаемся вот такой вот солнечной погодой еще есть вот такой вот вагон где можно просто сидеть ну конечно 24 часа здесь не посидишь сидячий вагон а мы возвращаемся обратно в нашу поездку мальчик поездку в гоноре подробно до встречи это теперь прощает пыль Ну а вот так вот выглядит вагон с пасчетельными кроватями. И, кстати, здесь нет в привычном нам понимании плацкартных вагонов, открытых таких, здесь таких вагонов нет. Вот так вот мы едем, друзья, любуемся бескрайними турецкими просторами. Я стараюсь отвечать на ваши комментарии, но, к сожалению, не получается, потому что интернета нет. Мы едем среди гор, среди рек, озер. А когда есть интернет на станциях, он слабый, поезд стоит мало. Поэтому в поезде просто отдыхаем и любуемся вот такой вот прекрасной панорамой и погодой. А еще знаете, что интересное я поняла? Когда едешь в поезде, у тебя нет интернета, и тебе ничего не остается другое, как просто остаться с самим собой, любоваться природой, просто смотреть, расслабляться, отдыхать. И, кстати, это очень такая хорошая терапия от стресса, от городской жизни, от усталости. Некоторые люди, например, ездят в Индию в Ашрам, где молчат по несколько десятков дней, иногда и месяцами, просто для того, чтобы отключиться. Ну, а если вы хотите отключиться чуть ближе, а не ехать за этим в Индию, вы можете сесть в турецкий поезд, лечь на койку и просто наблюдать за панорамой, за тем, что проносится мимо вас. И я думаю, что для релаксации лучше... Лучше, мне кажется, способы релаксации для того, чтобы отдохнуть. Просто нет. Ну, в общем, на себе я проверила, и это действительно работает. Мы приехали на станцию города Эрзинджан. Вот я вам покажу. Эрзинджан. Здесь мы стоим 5-10 минут. Сейчас 12 дней, и до Карса осталось ехать всего 6 часов. Вот в таком вот ларёчке мы купили воды и различных булочек. Вот так вот выглядит наш поезд. Очень жарко, классно. У нас седьмой вагон, предпоследний. Ну, не предпоследний, а последний пассажирский вагон. А в тех вагонах... Последний вагон... Последний вагон для персонала, и последний тоже для персонала. В общем, пассажирский последний. В Эрзинджане я ещё не была никогда. Может быть, когда-нибудь мы сюда приедем. Ну, а сейчас отправляемся дальше до Карса. В Эрзинджане стоянка всего 5 минут. Сейчас мы едем до Эрзурума пару часов. И потом уже будем в Карса. О, ой! Наш поезд прибыл в Эрзурум. Здесь недавно прошёл сильный дождь и такая прохлада, как зимой. Друзья, какой-то из вас писал, что в Турции не бывает морозов минус 35 и выше. На самом деле Турция это не Аланье. В Аланье жарко, но в таких городах Турции, как Эрзурум, Карс, выпадает зимой очень много снега. И Эрзурум это один из самых холодных городов Турции. Здесь есть горнолыжный курорт. В Турции, кстати, очень много горнолыжных курортов. Самый популярный это Эрзурум. Улуда в Бурсе. И Спарта недалеко от Алании. И совсем близко к Алании. Это Саклыкент в Анталии. А также в Алании строят горнолыжный курорт. Будет он называться Акда. Что ещё интересного в Эрзуруме? Здесь очень зелено и красиво. Ну, в общем, я была в Эрзуруме раньше. Если вас заинтересует этот город, обязательно почитайте в интернете. Смотрите видео на ютюбе. Ну, а мы остановились здесь. Айхан. Айхан, где есть? Айхан. Через пару часов мы будем уже в кассе. Сейчас 16 градусов. Сейчас 16 градусов. Покажу вам ещё раз план нашего путешествия. Мы выехали из Алании на автобусе. Доехали до Коньи на автобусе. Далее из Коньи на скоростном поезде до Анкары. Сейчас мы едем в сторону Эрзурума из Анкары на поезде. В сторону Эрзурума. И буквально через 5 часов мы уже будем в Карсе. Далее из Карса. Через 2 дня мы обратно отправимся в Сивас. Из Сиваса мы поедем в город Диври. Из города Диври в Диарбакыр. И находясь в Диарбакыре, мы также посетим Мардин. И далее уже из Диарбакыра мы отправимся обратно. Из Диарбакыра отправимся обратно в Анкару. И из Анкары на поезде до Коньи. И далее уже вниз в Аланию. В общем, у нас получился вот такой вот треугольник. Достаточно большое путешествие. Анкара, Карс, Диарбакыр и далее Анкара. Кстати, в городе Газиантепе мы были в прошлом году. И если вы хотите увидеть, как мы добирались из Алани в Конью в Анкару, смотрите в описании. Ссылка есть на видео. Наш поезд опаздывает примерно на час. Но мы уже подъезжаем к Арсу. Как вы видите, погода дождливая, пасмурная. И на улице всего плюс 16 градусов. После Аланийской жары, друзья, это очень даже прохладно. И мы с тобой, представляете, взяли только футболки и никакой верхней одежды. Не знаю, будем мерзнуть или нет. Посмотрим. Но сейчас мы проголодались. Поэтому если вы поедете на этом поезде, я не знаю, берите с собой больше еды. Потому что мы взяли очень мало и думали купить в вагоне ресторане. А в вагоне ресторане не было большого выбора. Поэтому берите с собой больше воды. Минимум 2 бутылки воды. Ну и, конечно же, когда едете в Карс, даже в августе месяц, заберите хотя бы джинсовую куртку или какую-то ветровочку. Вот. Через несколько минут мы уже будем в Карсе. И, конечно же, пойдем ужинать, скорее кушать в наш отель. И потом гулять по городу. Ну что, дорогие друзья, в 8 часов вечера мы уже в Карсе. И собираемся идти в наш отель. А потом будем кушать. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Все самое интересное в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.